Друзья, я приветствую вас на канале АСЛОЖНО ПРОСТО. Начнем сегодня делать сущность ревю. Мы упоминаем и делаем каталог товаров по версии 2023 года с использованием Mediator, Vertical Slice Architecture. Еще раз будем делать заначки, задел на будущее для сущности ревю. Там есть некоторое количество методов, все есть в описании. Вам же хочу напомнить, что не пропустить новое видео. Подписывайтесь на канал. Ну и в общем давайте приступать. Перед нами сущность ревю и вот что нам в ней нужно сделать. Обратите внимание, что у нас есть Create, есть Update и наверное мы сделаем по образу и подобию того, как это было сделано в предыдущих сущностях. Мне кажется, это удобно в том смысле, что можно на UI выдать сразу все то, что необходимо для того, чтобы вот так. давайте для начала создадим папку, которая называется RevueAndPoints. И в этой папке создадим две папки, которая называется Queries и папка которая называется RevueModels. Так, ну и собственно у нас тут дальше можно посмотреть, что мы делали в Query для других сущностей. Теоретически существует вероятность, что мы их скопируем, но давайте тогда для начала сделаем как раз вот этот вот EndPoints я вот таким вот образом скопируем. Опять же, прошу прощения, это мой copy-paste. Review EndPoints, откроем их. Ну и соответственно, так, ну а здесь все произошло переименованием. Давайте для начала здесь определимся, что нам нужно сделать. Итак, нам нужно create. На create у нас есть EndPoints. Для начала, наверное, переименуем категорию в Revue на этой странице целиком. И таким образом, получается, что у нас надо сделать переименование. Смотрите, для начала давайте здесь, ну пусть пока остается, количество будет нам покажет, что нам нужно сделать. Итак, смотрим. У нас есть GetAll, есть такой, у нас есть GetPaged, есть такой, у нас есть Create. Create, есть и Create у нас нету почему-то. Ну ладно, наверное, плохая эта история, давайте начнем с того, что мы возьмем и получим. Давайте с Create начнем вот так, будет проще, остальное все поудалим. Вот, и вот таким вот образом. И просто начнем с самого начала. Итак, у нас есть медиатор. Нам на создание также потребуется еще какой-нибудь RevueCreateViewModel. Это будет Model, который мы будем создавать чуть попозже. И, соответственно, здесь будет Revue... Ну, если по образу и подобие, давайте так и сделаем. GetReviewForCreateRequest. И, соответственно, нам тогда здесь, это пока не нужно, это будет следующим. И, соответственно, здесь нам нужно написать Revue. Revue. Еще нужно проверить, правильно ли у меня называется EndPoints. Да, Products. Все верно. И теперь вот таким вот образом... я опять же скопирую. и здесь для начала продукт заменим на Revue. И, соответственно, мне нужно теперь создать эти все VueModel. Ну, а в VueModel я буду создавать уже прям явно. RevueCreateViewModel. И у меня есть сущность Revue. Вот какие у него есть поля. Надо поделиться, что мы будем здесь подставлять пользователю. Ну и, наверное, юзернейм нужно поставить. Рейтинг, наверное, нет. Product ID точно. Это нам точно не нужно. Visible пусть по умолчанию всегда будет false. Поэтому мы замапим на false. Чтобы пользователю нужно было проходить какую-то проверку. Ну, то есть как-то так называемую модерацию, чтобы вся была... Ну, чтобы понятно, к чему. Так, ну и, собственно, этот VueModel у меня есть. Revue я здесь уже могу закрыть. Здесь могу использовать. И получается, что здесь мне уже категории не нужны. И можно их отсюда убрать. А вот выход будет вот такой. Здесь у меня будет юзернейм. Поэтому мне сюда нужно отправить... Так вот, юзер есть. Мне нужно сказать, что request user... Ну, найди или name, наверное, давайте ID будем отдавать. Ну, хотя ладно. Так, здесь у нас однозначно будет какое-то имя пользователя. Потому что не залогированный пользователь сюда попасть не сможет. Здесь нам не нужен unit of work. Ну, в общем-то, как-то вот так, да. Ну, давайте посмотрим, что еще можно сюда дать. Рейтинг, контент, продукт, ID. Да, сюда нужно будет обязательно подставить будет ID. Ну, тут нужно пометить, что это будет продукт ID. Потому что непонятно в контексте review, но чего ID мы передаем. Поэтому request product ID. Ну, и, наверное, вот таким вот образом я поступлю. Собственно, мы сюда будем перевивать. Так, идентификатор продукта, имя пользователя, для которого будет писаться. Который будет писаться комментарий. И теоретически это уже готово. Давайте теперь назовем его правильно. Get for create request. Ну, ладно. И сюда нужно передать обязательно ID. Я, наверное, его получу вот отсюда. Будет продукт ID. Тот, который мы будем ревьюить. Мы не можем чего попало не ревьюить. И здесь будет написано Google ID. И user. Так. Ну, и соответственно так. Она мне хочет еще. А! Мне нужно возвращаемый тип написать. Здесь у меня будет. Давайте прямо скопируем. Review create model. И мы его вот сюда вот таким вот образом отойдем. Ну, можно сказать, первый ревью у нас готов. Не знаю, имеет ли смысл проверять. Ну, давайте, наверное, запустим. Проверим ради приличия. Так. У нас ревью почему-то не появилось. Ревью. А, наверное, потому что у нас здесь все-таки должно написать Reduce. И здесь вот так. Стоп. Будет. GetForCreate. И еще раз запустим. Вот появились ревью. Вот GetForCreate. Вот GetForCreate. Вот try. Давайте какой-нибудь несуществующий. Кстати, наверное, это имеет смысл проверить. Вот мне выдал. Умодел. Давайте сделаем проверку, чтобы можно было только существующий продукт делать. Ревью. И для этого мне теперь потребуется UnitOfWork. И здесь мы проверим это следующим образом. Product. Репозиторий. Product. Simple. Сейчас предифолдователь возьмем. Пусть у нас будет простой предикат. ID. Правиль. Request. Реквест. Product ID. То есть будем проверять, что оно существует. Ну и соответственно мне теперь появляется await. Здесь появляется sync. И это нужно убрать. Ну и дальше проверка. Если продукт не существует. Тогда мы должны в operation result добавить exception. Ну какой-нибудь new catalog. Это общий такой exception. NameOfProduct. И идентификатор. RequestID. Ой. ProductID. У нас не найден. Конечно же тут у стринг. И здесь у нас cancellation token. Ой. Зачем нам нужно cancellation token? Вот. И вернуть этот самый operation result. Мы выходим с процедурой. Здесь больше делать нечем. Realtor. Вот. Таким образом, если у нас нет продукта, который мы хотим писать в репозитории, или он скрыт, опять же напоминаю, что здесь есть вероятность того, что… Ну то есть на скрытые продукты, наверное, нет смысла писать. Да. Давайте оставим таким образом, что не будем проверять, есть ли или нет. Так. Ну давайте запустим. Давайте выполним. По идее мы сейчас должны получить продукт NotFound. Действительно это так. Вот. Давайте для начала сделаем вот что. У нас здесь нет проверки пользователя. И надо добавить, что у нас не все подряд могут, собственно говоря, делать комментарии какие-то. Потому что, ну надо, чтобы пользователи понимали, что их потом как бы будут узнать, кто это сделал почему-то. если вдруг. Вот. И, соответственно, давайте запустим. Потому что у нас и ViewModel не наполнится, если пользователь не зайдет. Давайте вот таким вот образом. Клосс. Продукты. Клосс. Продукты. Клосс. Продукты. Продукты. Вот. Какой-то есть. Я его сейчас скопирую. Review. Create. Хочу. Продукты. Идей. Существующий. И мы должны получить. Да. Юзернейм. Тот самый. Контент. И Продукты. Ну в общем. А если поставить какой-нибудь случайный, то у нас получается Продукты. Продукты. Ну в общем-то эта штука теперь работает. Так. Давайте это стопаем. Вот таким вот образом. Ну и дальше, наверное, по порядку. Давайте в следующем видео. А вам я желаю всего доброго и пишите правильный код. До встречи! За встречи! До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Належ Tesco